Женщина – источник энергии для мужчины. С самого детства каждую будущую женщину учит чему угодно кроме самого важного – наполняться, накапливать и сохранять женскую энергию. Ведь именно эта энергия и я является источником силы и вдохновения для того мужчины, который станет ее избранником. Ведь если в один из моментов этот источник пересохнет или станет давать меньше энергии у мужчины начнутся проблемы на работе. С друзьями или попросту мысль о поиске нового источника. Психическая энергия женщины. Женщина от рождения наделена психической энергией, которая служит той самой творческой силой. Мужчина наоборот же обладает внутренним стержнем, с помощью которого и черпая силы из женского источника, создает окружающую реальность. Мужчина все это чувствует и обязательно отобразит в виде нежелания делать приятное, пролеживая на диване или попросту будет искать приключений на стороне. Сексуальная энергия женщины. Современное общество и взгляды на жизнь предполагает в жизни каждой женщины достаточно много сексуальных экспериментов с разными партнерами. Однако не каждая женщина осознает последствия таких связей. Дело в том, что сексуальная энергия – это энергия нашего астрального тела, и она не должна никому принадлежать, кроме единственного избранника женщины. Именно тогда чистота этой энергии позволяет ей быть молодой и энергичной даже в 40-50 лет. Энергия любви в женщине. Каждую женщину интересует вопрос о построении лучших отношений со своим партнером. Но для этого немаловажным является наличие между ними тех самых заветных чувств под названием «любовь». Любовная энергия напоминает форму светящегося облака или шара между двух любящих друг друга людей. Все приливы чувств отображаются вспышками на его поверхности. И наоборот, при возникновении ссор и неурядиц эта энергия темнеет и может полностью погаснуть. Чтобы сохранить эту сокровенную энергию любви, нужно старательно избегать негативных эмоций и учиться проговаривать партнеру свои чувства. Энергия беременной женщины. Самый высокий уровень энергии у беременных женщин. В этот период она получает огромный аванс энергии. Чтобы суметь зачать, выносить и родить здорового малыша. В беременной женщине уже заключены два вида энергии – мужская, посеявшая семя, и женская, принявшая его. Получается, что все виды энергии женщины увеличиваются как минимум вдвое. Лунная энергия женщины. Следуя ведическому течению, можно узнать, что покровительница женщин – Луна, а мужчин – Солнце. Именно Луна награждает женщин красотой, гармонией, плавностью движений, покоем и радостью. И именно эти качества и делают женщин женщинами. Энергия Солнца же награждает мужчину целеустремленностью, энергичностью и решительностью. И поэтому он хочет дополнить свою жизнь именно женщиной в Луной энергии. Энергия красивой женщины. Любая красивая женщина обладает особой притягательностью. И все дело в ее энергии и уверенности. Ведь когда женщина ухаживает за собой, она знает, что в любой момент жизни она предстанет в лучшем виде и это лишает ее беспокойства по поводу внешности. Поэтому никогда не стоит откладывать уход за собой на потом. Красота и наше довольство собой помогают делать мир лучше. Уровни женской энергии и один низкий уровень энергии в таком состоянии женщина чувствует недовольство собой миром, страхи, агрессию или апатию. Возможно, это мешает ей строить новые отношения с мужчинами или попросту даже быть счастливой. Два средний уровень энергии при таком уровне, все начинает улучшаться и скорее всего женщине приходит осознание, что что-то в ее жизни не так и пора менять. Именно тогда она начинает изучать нужную литературу и искать источники наполнения энергии и три высокий уровень энергии. Если женщина счастлива, даже несмотря на то одна она сейчас или с мужчиной, то это высший пилотаж уровня энергии. Она понимает, что ответственность за ее жизнь лежит на ней и перестает искать причины вовне. Она наслаждается моментом и собой, во всем видит хорошее и старается еще больше улучшить свою жизнь и жизнь окружающих. Энергия женщины в волосах. Волосы – это намного больше, чем просто украшения женщины. Это оберег, в котором сокрыта огромная сила. Волосы из древле олицетворяли энергию и силу женщины. Именно поэтому их старались отращивать до самого преклонного возраста и с помощью волос женщина могла защитить себя от нехороших глаз, просто заплетя косу. Именно три локона, заплетенные в косу, носили магический ритуал вплетения всей энергии внутри защиты, собирая волосы в пучок или косу. Женщина весь день накапливала энергию, а ночью расплетая их перед мужем, она отдавала именно ему весь свой энергетический потенциал. Именно поэтому не советует ходить днем с распущенными волосами. Вы не накапливаете энергию, а попросту ее теряете, отдавая прохожим три энергии женщины. Женщина очень многосторонняя и поэтому поведом считалось, что женщина состоит из энергии трех богинь – Сарасвати, Дургии и Лакшми. Первая энергия богини Дургии – это защита и разрушение. Она наполняет женщину возможностью постоять за себя и за близких, и при этом силами творить новое. Энергия вибрации каждой буквой ее имени – Д – устраняет демонов, У – уничтожает препятствия, Р – отвращает болезни, Г – избавляет от грехов, а приносит бесстрашие. Вторая энергия богини Лакшми – красота, искреннее служение, процветание и достаток. Она наполняет женщину всеми присущими ей качествами и позволяет улучшить материальную жизнь и гармонизировать пространство в семье. Третья энергия богини Сарасвати – мудрость, истинные знания, мелодичная речь, женские искусства. Она наделяет женщину мягкостью и податливостью, помогает ей очистить разум и сердце, обрести чистый разум и раскрыть себя. Как восстановить энергию женщине? Что дает женщине энергию? Чтобы сохранить в себе все прелести женственности, необходимо регулярно наполняться энергией Луны, на полнолуние желательно. Класть на окно украшения из жемчуга и носить их потом регулярно, обязательно носить украшения и красивую одежду как можно чаще. Носить юбки, желательно длинные, ухаживать за красотой волос и тела. Делать массажи, ванны, спа, маникюры, просто маски для волос, общаться с подругами и просто прогуливаться на природе. Заниматься творчеством или просто любимым делом делать покупки или просто шоппинг – обмен энергией между мужчиной и женщиной. Гармония отношений мужчины и женщины создается благодаря правильному обмену энергии между чакрами каждого из них. Многим известно, что мы связываемся с людьми тонкими нитями энергии в зависимости от того, кем они нам приходятся. Так вот, если мы связываемся с мужчиной только по нижним чакрам, это принести временное удовлетворение наших физиологических потребностей, но не принесет духовного роста и понимания. Если же наоборот только по верхним чакрам, вы близки духовно, но физического влечения, а значит и удовольствия от отношений на всех уровнях не получите. Как наполняется энергией женщина, носящая юбки? Все дело в том, что женщина по природе рождения получает энергию из земли и хранит ее в своем священном сосуде – матке. А мужчина наоборот считается приемником энергии космоса и поэтому получает информацию и энергию напрямую через голову. Что же происходит, когда женщина надевает брюки? Она попросту перекрывает этот поток энергии, что влечет очень даже неприятные последствия – бесплодие, проблемы со здоровьем. Потерю нежности и мягкости, появление все больше мужских качеств.